Небесный, утешитель души истины, И же везде сын, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю преди все лисявны, И очистены всякие скверны, И спасти блажь души наши. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови это наше занятие по Слову Твоему Святому. Благодарим Тебя, Господи, что даровал Ты нам спасение, даровал покаяние. Не даруй, Господи, быть отставшим, даруй всегда идти впереди, как говорил апостол Павел, на ресталище бегут многие, но получают награду только первой. Помоги, Господи, чтобы были мы наполнены не какими-то ядами, этими допингами на этом ресталище Твоем, жизненном пути нашем. Но настоящим живительным Словом Твоим, живой водой, которую Ты поделился некогда самарянкой. И, Господи, даруй нам, приобретшим всю воду, делиться ею со всеми нашими ближними, проповедовать Слово Твое везде, где можно и когда даже невозможно, казалось бы. Благодарим Тебя, Господи, за великие Твои милости. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Деяния святых апостолов, пятая глава, седьмой, одиннадцатой стихи. Мир тебе, брат Игорь. Мир всем, кто присутствует. Так, Вячеслав, давайте, Вы, читайте. Слава, слышишь меня? Да, да, сейчас слышно. Не включил микрофон. Нет, седьмой, одиннадцатый, по-моему. Пятая глава, седьмой, одиннадцатый. Проходили? А ты из какого читаешь тогда? Шестого, думаю, должны. Я с шестой главы. Шестой главы. А мы что, прошли до конца? Да, да, да. Да, правильно, в эти дни. Простите. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еменистов робот на евреи за то, что вдовицы и их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Толкование. Не в те же самые дни, но через несколько дней после этих такой оборот речи обычен к Писанию. А еленами, по моему мнению, называют лиц, говоривших по-елински. Итак, служение вдовицам было делом каждодневным. Служение называют делом милостыни. Презрение же вдовиц происходило не от худых качеств, но от оплошности народа. Поэтому, как только забота о них была народу предложена, прекратилось и горе их. То, что хочет добавить. Ну ладно, Вячеслав сам. Давай, Вячеслав. Я хотел спросить, еленисты, это я так понял, не елены, а евреи, которые по-елински разговаривали, что ли? Не могу знать. Может быть, ты и прав, может быть, и нет. Вот толковательно говорит, что еленистами, по его мнению, называют лиц, говоривших по-елински, а не еленов. Да, говорят русскоязычные, наверное, не все русскоязычные, а русские. Ну давай основную мысль зацепить, что там, и пойдем дальше. Какая основная мысль, о чем тут, в этих строках? Давайте в строках основная мысль, что пренебрегаемы были вдовицы. Ну вот это и надо говорить. Кто такие вдовицы? Почему были пренебрегаемы? Это дальше будет еще рассматриваться. Может быть, еще прочитать немного? Что мы сейчас... Ну еще у них ропот был у этих еленистов, что, ну, роптали, справедливо они роптали, но я думаю, да. А с чего они справедливо роптали? Как роптать можно справедливо? Ну ты даешь. Это все равно, что убивать можно без ненависти. Брат, ну ты... За что они роптали-то? Ну потому что пренебрегаемы были вдовицы. Ну и что, плохо они и делали, что роптали. Конечно, плохо. Не роптать надо было, а вынести вопрос на обсуждение. Выноси вопрос на обсуждение, и все будет нормально. А вот ты ропчешь и втихую там что-то таишься. Не про тебя разговор, не подумай. Каждый. А потом уходят косяками из общим. Крещенные батюшкой. И потом только начинают всплывать какие-то вопросы. Вот и дороптались. А, то есть они втихушку были недовольны, ты считаешь? Ну, сначала что? Сначала ропот, потом тайна, и потом бегство. Все. Все до этого должно было дойти. Дальше будет сейчас про гьяконов, как все это остановили. А нам тоже надо сейчас выбирать, видать, таких же. Чтобы не было ропота. А тут постоянно ропчат, ропчат все. Ну, у нас надо другому ропчат. А я так понял, что они все-таки вынесли это на обсуждение. Ага. Нет, они просто как бы недовольство проявляли, но... Ропот это недовольство, тайное недовольство. Когда ты другого считаешь ниже себя. Но не можешь это прямо в глаза высказать. Кишка тонка. Брат, Сергей, Игорь, дай слово. Вячеслав, ответ. Вячеслав, это я тебе хочу ответить. На твой вопрос. Отвечает архиепископ Аверки Таушев. На твой вопрос. Эллинистами назывались иудеи, жившие в разных странах. Ты слышишь, да? Да. Жившие в разных странах языческого... Назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира и говорившие на очень распространенном тогда повсюду в империи греческом языке. Под это общее название подходили иногда и прозелиты, то есть принявшие иудейство, язычники. То есть, возможно, это были и те, и другие язычники там были. Потому что, вот в данном случае, у коренных евреев было превозношение над эллинистами. Значит, речь идет о том, что коренные евреи их не признавали как бы за своих братьев. Поэтому и по языку тоже, в том числе. Под именем евреев здесь, разумеется, христиане из числа палестинских иудеев, живших в своем родном, родной земле и говоривших на еврейском языке. Из общей денежной кассы бывшего распоряжения апостолов, каждый из нуждающихся получал то, что ему было нужно для пропитания вообще ежегодно содержания. Эллинистам показалось, что вдовы их пренебрегаемы этим, что вдовы их при этом пренебрегаются. Откуда происходило это пренебрежение, трудно сказать. Святой Златоуст предполагает, что не от недоброжелательства, но от невнимательности по причине многолюбства. Может быть, причиной было и высокомерие евреев. С таковым они относились к эллинистам, но носившим на себе невольно отпечаток той языческой среды, в которой им приходилось жить. Этого различия двух разнородных частей первого христианского общества не мог, как видно, сгладить даже высокий дух христианства. Страдали от этого именно вдовы, как беззащитные, за которых некому было заступиться. Ну и далее там много читать. Вот коротко. Все понятно. Превозношение было одних на другим. А те, видимо, боялись сказать, да или были беззащитны, они же вдовы. Поэтому роптали. Так. А можно вопрос не по этому стиху, но как бы... Ну, тоже мне интересует... Они там все крещённые уже были или как? Судя по тексту, я думаю, что крещённые были они все. Как они крестились? Ну, как крестились, тут не описывается. Можно сказать точно, что это было водное крещение. А судя по тому, что до нас дошло, это было крещение троекратным погружением в воду. Возьми, не сомневаюсь. Потому что уже в апостольских правилах, в древних написано, что если не крещён троекратным погружением, а однократным, то уже священник извергается. Ну, соответственно, и тогда это было. Ну, да. Ну, конечно, крещённые. Не к этому вопросу. Вопрос к тому, что... Как тогда там могли вообще оказаться елены, если впоследствии у них там спор даже произошёл, нужно ли крестить язычников или нет? Они не язычники были. Они не язычники, они евреи были, которые говорили на греческом языке. Он же прочитал сейчас всё. Нет, он прочитал. Толкование предполагает, что, возможно, были и язычники. Но, это опять же предположение. Толкователь говорит, предположение. Вот. Может оно не выдержать критики библейской. А может и выдержать. Ну, точно, это были не палестинские евреи. Это было точно. Там было много евреев не палестинских. Вот и всё. Можно? Вопрос, к чему ты задал, Вячеслав, вот этот? Чего ты хотел добиться-то? Узнать, что ты хочешь? Ты нам скажи, мы тебе, может, поможем. Ну, как узнать? Какие вопросы задавал такие? Хотел узнать. Какие или не знают? Ну, там прочитали же уже. Он не знает. А теперь сказали уже, что могли быть и язычники. Поэтому я спрашиваю, как могут быть язычники, если не... Ну, про зелиты там тоже говорилось же, то есть из язычников, уверовавших в Иегову когда-то, то есть ещё даже ветхозаветное получается. И они могли обратиться ко Христу. Они уже были как братья в общине еврейской, по идее. Ну, языка не знали. Ну, это тоже могло быть. Давайте Михаилу Кальманову. Ну, в основном будем говорить, что там, конечно, евреи были. Михаил, говори. Ну, вот, Иоанн 12, 20. Ну, вот, елены были. Ну, вот, можно мне. Ну, это елены-язычники, бразелиты или евреи? Это были елены, которые уже Бога и Иегова знали. Греки. Это были елены, не евреи, которые Бога и Иегова знали, а потом уже стали ещё и христианами. Потому что они ко Христу начали приходить. А в чистом виде, чтобы вот так массовое пришествие язычников, конечно, тут ещё рановато говорить. Да. Это были отдельные случаи, но уже достаточно было большого коллектива из тех людей, кто был не евреем. Ну, не говорил на еврейском языке. Никита хочет сказать. Ну, достоверно можно узнать, что там были язычники. Дальше сказано, что один из шестими дьяконов, шести дьяконов избираемых, был Николай, антиохийский избранный, обращенный из язычников, дальше написано будет. То есть язычники там были однозначно. Это следующие стихи, 2 по 7. Когда апостол Павел проповедовал, там же на Богах были и нефти. Значит, у них это не безызвестна была вера в одного Бога. Я думаю, нам надо дальше начать читать. Да, давайте. И всё, уже заранее прочитать и было дома. Будем так говорить, что Израиль не был отгорожен железным занавесом, как Советский Союз. Это Риму принадлежало. Там кого только не наносило. Мы встречаем и сиров, и никиян, и римлян самих, и греков. В общем, достаточно было язычников. Шестая глава, 2-7 стихи Михаил Кальмаев. Читайте. Для 12 апостолов, чтобы вам множество учеников сказали. Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи-то-салат. Итак, братья, выберите из среды 7 человек из беданных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно приходим в молитве и служение Словом. И угодно было это предложение всему собранию из братья Степана, мужа, исполненного верой, из Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Фармена, и Николая Антиохийца, обращенного им язычников. Их поставили перед апостолами и сии, поморившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло и число учеников весьма умножалось, и в Иерусалиме из священников очень многие покорились в вере. И каковы стиха, Сергей Николаевич? Все, толкование сейчас я прочту. До восьмого, правильно. Не сами апостолы избирают, но представляют избрание народу, который имел получить пользу от служения их дьяконов. Он и избирает, и назначает. Необходимое следует предпочитать тому, что не необходимо. Называет писатель их не просто духовными, но исполненными Духа и премудрости, потому что принимать жалобы вдовец было делом величайшей мудрости. На мужа возлагается рука. Вот в чем состоит хиротония. Но все совершает Бог. Какую же хиротонию получили эти семь мужей? Дьяконскую ли? Они рукоположены были на это именно дело, то есть на доставление верующим необходимых потребностей. Простите, можно мне выйти? Можно. Можно, да. У кого какие мысли, мнения по этим стихам? Я можно это скажу? Я хотел бы здесь заострить внимание на том моменте, как быстро разрешались все вопросы в тогдашней церкви, которая только-только начала существовать. Только возник какой-то вопрос, сразу собрались, и народ выбрал. А в данном случае народ выбирает. Но дальше будем смотреть. Апостолы собираются, более важные вопросы решают. Это в 15 главе. То есть, и вот мы видим, как сейчас у нас это происходит. Совершенно неподъемное, такое впечатление, как будто у нас не просто гири привязаны, а целая бездна океанская, привязана к руками, ногам архиереев и патриарха. Ничего выбрать не могут. Даже то, что уже откатано веками, и то не могут сделать. Вот в этот раз как патриарха выбрали? Не по жеребию. Убирали, убирали, убирали всех и выбрали самого богатого. Самого знаменитого, будем говорить. Того, который всех подкупил. Он сейчас правящий. Все, все давайте, почитайте его. Раньше так не было, конечно. Тем более, более того, и патриарха-то не было. Каждый епископ был патриархом. У себя в городе, везде мы смотрим соборы, и карфагенские соборы, это город Карфаген. И Гангарский, это город Гангры. Отдельные соборы там собирали в каждой церкви. Там, допустим, в Никее собирали, потом в Константинополе собирали, в Сардинии собирали. Ну, то есть, встречаем, вот 9 поместных там написано, и 7 вселенских соборов было. И они в разных местах собирались. То есть, каждый епископ был значим. Сейчас патриарх спокойно убирает епископа, как будто это какой-то солдат. Вот у нас я уже, на моей памяти, я здесь в Барнауле живу 15 лет. За 15 лет 3 епископа поменялось. Митрополит появился. Сейчас еще будут епископа вставить. А сколько священников вокруг поменялось в одной церкви? Не представляете, просто десятками меняются. А что совершенно неправильно? Паства должна привыкнуть к одному пасовому. И все это мы видим вот на страницах. Здесь народ не безмолвствует, как в известном классическом произведении сказано. Народ говорит. Вот ропот пошел, раз кто-то услышал. Почему они ропчат? Давайте поднимем этот вопрос. Вот у нас сколько там сестры роптали, там туда-сюда. Надо вопрос этот поднимать, не стесняться. Почему они ропчат? Почему там у нас вот не все сидят, когда идет собрание, а многие выходят? Почему? Надо вопрос поднять. Многим не нравилось, что очень долго говорили на собраниях наших. Стали говорить мало. И как раз в этот самый момент и все ушли. А когда говорили много и роптали, никто не уходил. Почему? Все вопросы нужно обсуждать. Не бояться. А сейчас этого нету, я так понимаю, что нету вот этой пламенного горения в церкви. А бы как-нибудь, отстаньте от меня. Все, помолились, домой приехал, упал на диван, все. Как говорится, трава не растет. Пускай хоть все тут пламенем сгорит. Никто не думает ни о благовестии, никто не думает о том, как бы церковь вошла в этот мир, как ледокол во льды разрезала его, чтобы еще новые души приобрести. Начинаешь со старшими братьями говорить. Ну, Игорек, ты еще молод, еще все впереди. Когда уже молод, уже седой, уже песок сыпется, все еще молод. А тому, к которому я обращаюсь, ему уже под 60, а то и 60. А молодежь, подхожу к молодым, сейчас пришли молодые, начинаю с ними разговаривать. А вы откуда это знаете? Да, говорит, читаем Златоуста, бедным умом напрягаемся как-то. А ты Златоуста читал? Отвернулся, убежал. Все, им это неинтересно. Старые уже не могут, юноши еще не могут. А где эта золотая середина? Где тот возраст, который будет решать? Который будет церковь возносить на крыльях? Я вспоминаю, как мы с Игорем Третьяковым вдвоем оказались, когда уже, ну невозможно было это терпеть. Столько, столько мужиков, как говорится, братьев столько, столько рабочего материала для проповеди, и никто не хочет идти. Так уж скрипя, скрипя, 13 лет назад поднялись, вышли на благовестие. И то с грехом пополам опять все. Ну хоть занятия начались какие-то. А занятия-то, какие занятия? Ну смеху подобно. Вот занятия у Игна Тихоныча, это занятия, я понимаю. А здесь, ну что, констатация фактов. Немножко прочитали, что-то тут поговорили и разошлись. Ну ладно, не буду нагнетать. Это не пессимизм, это оптимизм у меня такой. Он брат поднимает. Давай. Заострить внимание на рукоположение. Способ был, из среды избирали люди, но в конечном итоге последнюю ставили точку апостолы. На этот момент надо обратить внимание. На что именно рукоположили они? Вот толкование говорит, что именно на раздачу потребностей, а не на все, что... Вот это было дьяконское служение. Дьяконское ли это служение? Ну и ответ непонятный. Они рукоположены были на это именно дело, ну то есть на доставление верующим необходимых потребностей. Было ли это дьяконское служение? Или это не было все-таки дьяконское служение? Сейчас у нас дьяконы кто? Дьякон это помощник священника. Он же не раздает пищу. А тогда дьяконы какую роль выполняли? Кто может ответить на этот вопрос? Были ли они дьяконы? Я всегда слышал на слуху, 7 поставили, 7 дьяконов. Давай я. В Библии это не написано, что поставили именно дьяконов. А вот толкование где-то на словах все крутится. Дьяконы, дьяконы. А тут вопрос, дьяконы ли они? А ответ я так и не понял. Может быть и Златоуста он есть? Ну я вот хотел ответить, если возможно. По возможности. Ну как своим скудным умом. Ну давайте рассудите. Вот почему. Потому что священник занимался своим делом. Он не крестил просто так. А он благовествовал, проповедовал. Ему нужны были адепты, что называют сейчас. Новые люди. И он знал откуда их брать. Среди своих братьев евреев. И он спокойно шел с ними и разговаривал. Почему? Они знали Слово Божье. И он по Слову Божьему, по пророчествам святых отцов, четко, как апостол Петр в первых главах, выходил на Иисуса Христа, на крест. И многие понимали и соглашались. И в этот самый момент, когда священник занимался правильным делом совершенно, благочестивым, от Бога, не хватало рук в хозяйственных нуждах. И поэтому были дьяконы. А теперь священнику делать нечего. Ну, в смысле, он не благовествует. Занимается, как говорится, чего Бог уж не послал. Требы всякие там, отпевания и так далее. Теперь представь, если бы такая община сохранилась, ну что, вряд ли. Потому что священник сам должен трудиться над составлением своей общины. Он должен паству набирать. И тогда у него все будет правильно. Тогда все будет как по деяниям святых апостолов. По-евангельски будет идти. А так получается, что дьякон становится важнее, чем священник. Он-то за столами наблюдает. Священник эту функцию себе тоже захватил. А куда дьяконов девать? Ведь в Библии-то про них сказано. Ну ладно, пускай будет помощником моим. Ясно, что ниже, в кармане у священника. В кармане у священника все сейчас. Все мужики. Только бороду начинает отращивать. Ты чего бороду отращиваешь? В семинарии заставляет епископ бриться всех семинаристов. Здоровенный детина такой идет. Я благовестовал посреди Барнаула, то лет семь стоял, как тритопая на плющике. И ко мне постоянно семинарист подходил. Кстати, он мощи выкапывал Антония, епископа. Потому что Максиму не понравилось, что он там лежит. Я говорю, как ты посмел своими ручишками прикоснуться к святому телу епископа? А нам приказали, нам что делать? Еды не дадут и все. И копают они своего епископа, который только что у них экзамены принимал. Ну умер мужик, говорит, сердце не выдержало. Ну и что теперь вот? И вот он подходит, у него такая щетина торчит прям, аж серая все. Я говорю, слушай, а что ты бороды-то нету? Семинарист третий, третий там у них, как она, семестр или что, уже учится. Я говорю, а он говорит, а у нас епископ каждое утро приходит и смотрит, что все были бритые. Я говорю, а почему? Как? Я вообще удивлен это. Оказывается, это повсеместно, это батюшка подтверждал. Только дьяконы начинают становиться и у него бородка полезла. Все, разрешают уже какую-то бороденку. Почему? А если мужиков они бородатых видят, вот они зубами скрежещут, молнии из глаз. Только они должны быть одни бородатые в церкви. Остальных не пущать. Он должен отличаться от всех. Священник Откуда это взялось? Это вообще, как говорит Игнатий Ильич, совершенно верно. Это новая религия. За основу взяли что-то и сотворили совершенно новую религию. Крещения нету, Евангелия нету, обращения неправильные, понятия вообще нету об обращении ко Христу. И все остальное прочее. Какие-то требы пошли, отпевания, мощи, записочки пошли. И сегодня узнал, оказывается, мама, чтобы у меня была хорошая работа, и говорит, пять лет назад я послала через какую-то женщину в Москву записку к Матроне Московской, чтобы тебе Бог дал работу и денег. Я говорю, мама, мама, сколько над тобой трудились? Евангелия, занятия, и ты так в записочках и помрешь. Как молиться за тебя потом? Где вера? В чем заключается? Это все оптимизм у меня, я не пессимист. Михаил, пожалуйста. Я тут посмотрел, я там переводится с греческого как служитель. Я думаю, что в то время еще было все в начатке, и, собственно говоря, в той системе, которая сейчас уже определенно сложилась, тогда и понятия не было об этом. Поэтому тут, Игорь, ты правильно говоришь, что они были поставлены именно на это служение. Раздавать. Вот тут момент такой. Момент следующий. Вот Таушев пишет здесь. Здесь обыкновенно видят установление третьей линии священства Дьяконской. Видят. То есть вот здесь как-то неясно сказано в тексте, да? Толкование тоже неясно показывает, но Таушев объясняет. Здесь обыкновенно видят установление третьей линии священства Дьяконской. То есть ну, возможно, это и было Дьяконской. То есть прямого ответа нет, но люди видят, что здесь было Дьяконское служение, и действительно Дьякон переводит как служитель. Служитель. Ну, дальше он пишет. На них были возложены и другие высшие обязанности в сотрудничестве с апостолами в деле проповеди Слова Божия и устроении церкви. Это мы видим дальше, что они не только проповедовали, но и крестили. 6 глава с 8 по 9 стих, 8 глава 5 стих, 8 глава 38 стих. Вот так. По Дьяконской, если говорить. Рукоположение было. Могу еще прочитать, что дальше описывает. Избранные, видимо, оправдали доверие общества и умиротворили его, почему Дей и Писатель, то есть Евгелие Слука, сообщает далее, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. То есть, был ропот, была трудность. Поставили Дьякона, все успокоилось, и результат, Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Сила апостольской проповеди была так велика, что даже из священников многие уверовали, то есть, священников иудейских, конечно, еще. Выражение покорения с верой указывает на силу проповеди, сломившую их упорство. Это была решительная нравственная победа христианства над иудейством. Вот такие слова по Дьяконскому. Я бы еще можно это обратить? Михаил, давай можно. Надо. Не угодно было это предложение всему собранию. Я на слово собрание хотел бы обратить. Ага. Собрание это как что это значит? Это вот церковь. Ну да. Церковь. Собрание это собор. Ну вот сейчас если я иду в церковь, это я иду значит собрание. Собрание верующих. Церковь это собрание верующих, а храм это место для собрания верующих. Нет. Неправильно. Зачем вот это рака за камень заводить? Это собор. Собрание это собор, а не церковь. Собор называется. Это значит собрались верующие люди ради какого-то специального решения. Я же про этот собор вначале и говорил. Когда заостряем. На чем заострять внимание? Перед твоим как Игорь. Может это и собор. Да конкретно это собор. Что там говорить-то? Люди собрались конкретно разрешить этот вопрос. Я и говорю, что очень быстро люди собирались. Вот вопрос, вот разрешили, все собрались и решили. И никто не был пренебрегаем. Почему? А потому что вот она вся церковь здесь. Ну и оглашенные, я понимаю, были. Мне виделось всегда, что это вся церковь там была. Сколько там? Сотня, двести человек было. Все сидели как-то. Это собор предлагает. Это был собор. Это церковь, церковь, но это был собор. Там детей могло не быть. Игорь, там это собор и пирсков, а где собрание? Ну тут момент собор это всегда представительство какое-то. То есть есть группа людей, от которых представитель. Эти представители собираются на собор. То есть тут сложно сказать, было собор или собрание. Ну может быть это был и собор. В конечном итоге юридически это был собор. А кто участвовал там? Там могло участвовать все в собрании. И дети могли там бегать, где-то там сидеть или слушать. А может и детей там не было. Ну тут точности нет. Ну это не богослужение было, это ничего. Люди собрались конкретно решать этот вопрос. Конечно собирались все. Это понятно. Но я так понимаю, что сестры могли не прийти и так далее на это дело. Там были у них мужья. То есть решали важный вопрос. Как сделать, чтобы не были пренебрегаемы вдовы? Что для этого надо? Решили выбрать людей, которых все знают, которым доверяют. Кто-то, кто не знаю, сейчас это предложил. Это от Духа Святого. Кто-то молился, очень сильно хотел, чтобы этот вопрос разрешился. И он разрешился. Все подумали, как вот мы сейчас на собрании, когда Марина предложила, что у нас одна сестра родила, ее надо заменить другой. И она говорит, давайте заменим, вот Лариса будет. И все, о, точно, Лариса. Ну, так тоже кто-то предложил просто, сказал, а давайте вот так сделаем. И все, о, точно, давайте выберем, давайте, братья, проголосуем. И апостолы не стали препятствовать народному этому движению. Почему? Потому что они понимали, что все главное уже, Христос выбрал их. Уже он дал им все, очистил через слово. Они все это понимают духовно. Все у них было для того, чтобы нести проповедь и спасение людям. Все. Теперь нужно было только вот это небольшое хозяйственное дело, разрешите все. И они никакой суеты не было, все спокойно. И народ, народ был до такой степени единодушен, единомыслим, что мы здесь не читаем, что какие-то разномыслия были. Одно предложение, и оно, видите, прошло сразу. Выбрали, выбрали семерых. Сразу и среди них оказался, и герой, среди них оказался и Николай этот, антиохиец, который оказался впоследствии организатором секты Николаито в страшной этой ереси в христианстве. Михаил, ты получил ответ на свой вопрос или не получил? Или ты считаешь чуть-чуть иначе? Ну, смотри, я вот считаю те, что Игорь сказал, его мнение имеет право существования, могу точно сказать, потому что и однозначно, и так, и так, правильно, потому что тут в толковании написано и представляют они избрание народу, а что по слову народ понимает? Либо это все собрались там, либо это кто-то конкретно, мужчина там, ну, здесь не описывается. Цель была конкретно избрание и рукоположение, а кто присутствовал на этом собрании, тут непонятно до конца. И так как сказал Игорь, правильно, я думаю, что если бы там была вся церковь с женщинами, с детьми, и тем более, да, там, и чего бы этого не было, хуже от этого бы не было. Это, конечно, я могу точно сказать, что вот тот собор, который в Деянии глава 15 описывается, в Деянии 15 глава описывается, вот это собрание, вот я в этом вижу разницу. В Деянии 15 глава там конкретно собрались апостолы, епископы по долгим рассуждениям, а здесь, ну, может быть, так, а может быть, это было общее собрание, как обычно. Я, брать, не спорю с вами, я просто... Повестка дня это сабота, я думаю, это вопрос не совсем принципиальный, это, если беседовать, ну, с инославными, скажем так, с перетеками, которые, вот ваши соборы, когда соборы, они... я говорю, можно это место использовать, потому что я, где-то наобщал, читал материал, Меч Духовный, как раз там, подборка текстов, доказательства из Библии о необходимости собора, и вот он наприводил много мест, и из них и отсеял, но оставил только практически одно, Деяние 15 глава, а все остальное так косвенно указывает, что это о соборах говорится, вот самое сильное это Деяние 15 глава, это вот Первый Апостольский собор я бы его назвал, а все остальное автор этой подборки насобирал, ну, в принципе, да, но неубедительно, лично меня он не убедил, что это собор, я знаю, что есть 7 вселенских, а вот, допустим, с протестантом общались, да ему, он скажет, а где вот у собора, собирались вообще соборы у апостола, не было собора, а оказывается, были Деяния 15 глава, а я могу сослаться на это место и сказать, а вот видите, был собор, но я не уверен, что это убедит кого-то, а Деяние 15 глава это точно собор, вот именно в том контексте, в котором Игорь сейчас объяснял, это собор, чистый был собор, а здесь я не могу понять, был ли это собор, или это церковь просто, вот допустим, человек 200 стоит, в храме там, или где они собирались, и вот он объявил, вот давайте вот этим братьям рукоположим, кто был инициатором, группа какая-то, и на общем фоне всех рукополагали, это было, ну я не, вот тогда священников рукополагают, вот насколько я их и наблюдал, там много людей стоит, ну собор это или не собор, тоже собор своеобразный, нет, не тот конечно собор, где принимаются догматические истины, я не о том, чтобы, я хотел-то, а рассудить о том, что церковь, как собрание верующих, обратно на это, я склонен, я склонен к этой точке зрения, потому что Кирилла Иерусалимского, такое есть мнение, мнение четко определяется, что такое церковь, церковь это собрание, ну не всякое собрание является церковью, это, я не хочу 50 на 50, Игорь, это, меня это не устраивает, еще раз говорю, вы прислушайтесь, что, сейчас я скажу, собор, это не просто, где люди собрались, а конкретное решение, какого-то поставленного вопроса, избирается это или не избирается, проголосовали, да, нет, это собор, и они знали, что они будут избирать дьякона, собралось множество этого народа, и они проголосовали, это был собор, конкретный собор, это не какой-то там церковь пришли, кто-то что-то сказал, или сидят по собранию, они пришли голосовать за дьяконов, кого избрать, вы что не понимаете, что ли, я не могу понять никак вас, ну простой вопрос, решили вот так, и все, все, ну и все, и тогда что ты, зачем 50, на существование, что ты за умности какие-то, начало, я не пойму, ну просто согласились, и все, ну я это сказал, ну и что, ну что тут такого-то, все, молодец, вот это давно пора уже, 8-й, 15-й стихи, а Стефан, исполненный веры, и силы, совершал великие чудеса, и знамения в народе, некоторые, из так называемой, синагоги, либертинцев, икереницев, илександрийцев, и некоторые, из Киликии, и Асии, вступили в спор, со Стефаном, но не могли противостоять мудрости, и духу, которым он говорил, со Стефаном, там нету, тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея, и на Бога, и возбудили народ, и старейшины, книжников, и, напав, схватили его, и повели в Синедриол, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова, на святое место сие, и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре, и разрушит место сие, и переменит обычаи, которые передал нам Моисей, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела, толкование, смотри, как из семи, один был предпочтен прочим, потому что, хотя Хертония и была общую, однако же, этот стяжал большую благодать, обратив взоры на то, что до этого времени, он не творил чудес, но стал творить чудеса, когда сделался известным, как избранный и рукоположенный, чтобы показать, что дальше выделено жирным, одной благодати недостаточно, но необходимо и Хертония. Итак, через рукоположение сообщилось приращение духа, духа с большой буквы, потому что еще до Хертонии, при избрании, об нем было засвидетельствовано, как исполненном духом, но дары духа различны, восстанием называет их раздражение и гнев, а сомнища были разные, состязались для того, чтобы вынудить его сказать что-нибудь, а он, быть может, беседовал очень откровенно и говорил о прекращении закона, или, вернее, не говорил, а намекал, он не представляет себе право учить, но вынуждается к этому состязающимися с ним. Состязатели свидетельствуют не сами, потому что их тотчас изобличили бы, но они клевещут на Стефана по зависти, на Стефана по зависти, но подкупают других, чтобы не сочли это дело неправым, потому что они не бога боялись, оскверняя себя убийством, но взор свой обращали на мнение людей. Всюду лжесвидетельства. Не хотели убить просто, но по приговору, рассчитывая на то, что этим они подорвут доброе мнение о тех, кого убивали. Велика была между ними боязнь за церковь, но обвинение было двойное. Обвинение в том, что он намерен изменить обычаи, и в том, что намерен ввести иные обычаи. Бог сделал Стефана приятным, так как он имел еще сказать несколько, то тотчас поразить их его взором Бог осеял его лицо, потому что и к лицам людей, исполненных духовной благодати, любящие их относятся с вожделением, а враги с почтением. Да, брат, Игорь? Я хотел как бы инициативу перехватить. Хотел сказать, что сейчас у нас все с точностью да наоборот. Дьяконов вообще нигде не видно, чтобы они там благовествовали или что. Вот Андрея Кураева слышно, но проповедь у него такая, вот он там проповедовал молодежи, вышел на рок-концерте, там беснуются они, зажигалками стоят вот так вот, и он им пытается что-то говорить в этом гвалте. У него понятия о проповеди вообще никакого нету. кому проповедовать, когда проповедовать, ну во время допустим и не во время сказать. Ну там вообще не то, что не во время, а вообще непонятно. И зачем такой толпе что-то да и как ты можешь все рассказать. У него вся молодежь хорошая, все все как вы знаете и так далее. Потом дальше, а вот если мы возьмем толкование, ну говорится о священных, о благодати священных, ну в кератонии это рукоположение от апостолов. Ну допустим апостолы-то рукополагали и священников, значит священники как только его рукоположили, он должен прям фонтан из него должно благовестие быть. Не просто там как-то капелька воды там живой упала на кого-то и кто-то сказал о, я Библию прочитал. А реки должны истечь. Вокруг все должны только взвинеть от его голоса вокруг все должно быть. Как в песнопениях. Да громче гремите. Чтобы все услышали вас, проповедники. Вот этого мы вообще ничего не видим. То есть или благодати нету на них никакой, или вообще это избрание неправильное. Не на тех людей и не теми людьми возлагается. Это оптимизм все в церкви. Да, Михаил Кальмая, слушаем. Да, Мы не могли противостоять любви и духу, который он говорит. И как раз исполнилось то, что задолго до этого Господь предсказал, что Лука 21 15 ибо я дам вам устаю любви, которые не возможут противоречить и противостать. все противящиеся вам. То есть он не просто так вот говорил, а перед него этот дух который говорил. Совластью. Как получается? Получается так, да. Хочу обратить внимание на хиротонию. Основной вопрос, который разделяет протестантов и непротестантов в православных католиках это наличие хиротонии, то есть рукоположения. Мы веруем в благодатность и вот здесь толкование как раз об этом говорит, что его действие исполнения благодати было в полноте после хиротонии. То есть написано до этого, что они были исполнены Духа Святого, изберите мужей исполненных Духа Святого, но не было той силы, которую они получили уже после хиротонии. Вот этот момент очень важный. Не принимается он протестантами, из-за этого они пренебрегают рукоположением, которое у них и нет. Общался с протестантом, извини, друг, общался, он не начал говорить, он говорит, у нас Мэна Симонс был, через него рукоположение было, рукоположение. Разговор был короткий, поэтому дальше мы не смогли продискутировать. он мне сам не скажет честно. Что-то хотел сказать? Ну, я мог бы дополнить еще тут. Еще туда или дальше пойдем? Можно еще скажу? Я еще руку поднял. Хочу сказать о проповеди. Он сразу благовествовать начал. в чем дело. У нас понятия благовестия вообще никакого нету. И никто его не задевает это понятие. Вот даже сейчас у нас занятия идут, и никто этот вопрос не поднял о благовестии. А как правильно благовествовать? Вот у нас кто правильно поступил, это братья с Урала. Вот брат Владимир как раз у нас здесь присутствует. Он как раз с Урала приехал. приехали смотреть как идет проповедь. Потом через некоторое время приехало несколько человек из Потеряевской общины. Брат Виктор Савченко тот вообще с нами участвовал. Ну а некоторые просто прошли и кому-то понравилось. Кто-то сказал мы не ожидали что будет так. Но больше всего мне понравилось как отреагировала Таня от Муха. Когда она прошла со мной ходили по парам благовестов. Она говорит в меня как вода живая вошла. Я так поняла что именно правильно так благовестовать. Прям подходим в квартире звоним люди открывают стоим беседуем Евангелие предлагаем материалы и так далее. Причем допустим на подъезд 2-3 беседы будет 9-этажка на 12-этажке может побольше. Можно побеседовать желание есть поблаговестовать и прям напрямую с человеком входишь в контакт. И она правильно сказала было у меня время а дети все осеменилось и сидишь здесь. Но у ней баптистское происхождение поэтому она живая еще в этом плане. Ну а те кто православные они все конечно все всего боятся то людей то большой сильно человек вышел то никто не отвечает то вот эти железные двери надо как-то открывать их все чего-то боятся на улице холодно жарко много народу мало народу все время какие-то отговорки у людей благовестий видим что Стефан ничего не отговаривается его рукоположили на одно а он занимается другим проповедует помогает апостолам а апостолы сказали мы сами занимаемся проповедью твое дело хозяйственное вон столы иди там со вдовами а он подошел вдовы сказал им проповедь они да мы все поняли дорогой Стефан давай иди мы тут сами все сделаем молодцы и все а те там шестеро пока там долбонят столы за всеми убирают а он уже пошел на благовестие дальше пошел и тогда он стал настоящим священником он епископом стал он стал патриархом и апостолом в конечном итоге вот что нужно делать а у нас только рукоположили вниз обрушился все вообще не видать и начинается про него сплетни ну как про священника в деревнях я был ой к нему там Машка ходит ой к нему там Глажка пошла все а он там пил с этим Васькой и вот и все и вот только он одно теперь занимается было это или не было ходил пил был зачем это все нужно ты ходи благовест и тогда все поймут что конечно этого ничего не было это оптимизм чтобы церковь была настоящая чистая аминь великие чудеса и знамения и именно это возмутило так называемых либертинцев и киринейцев и александринцев вот это действие и вот после этого когда они начали клеветать вступили в спор со Степаном и только после этого он начинает с ними общаться слушай 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 ты то ли в семинарии перезанимался или чё ты хорош нас нагружать мы тебе не твои учителя да почу мне ждать то Игорь ты перестань это это он значит не благовестовал а знамения какие-то делал я не сказал что не благовестовал ты сейчас еще скажи что 8 8 столпов церкви там еще монашество приплели вы мне это вы там с этим с Виктором согласились я бы им там согласился попались бы они мне эти ваши учителя благовестники Виктор не согласился и никто не мог поделать Виктор не согласился на 8 столб он сказал не нет он конкретно говорил о Христе и убеждал их в истинности учения Христа но все-таки благовестовал чуть-чуть да брат ну да вы же все молчите у вас же все тайное там визитки раздаете что там было что не было ну не было ничего так и говорите не было ничего а вас уже идут разговоры что вы на священника выучились уже почти а ты говоришь сплетни бабки у нас все на бабках держится рассказывай все как есть да и все и все не будет бабок тебе вот как Степан рассказывал всем о Христе это называется благовестие Игорь передай там этим учителям когда будешь говорить а то еще согласишься что он не проповедовал да вот это и жаль что не бываешь группа людей общался в Горноалтайске ревнители я их так называю обличают всех и вся да есть такие там обличают то что в церкви непорядок обличают в том что нет катехизации есть такие люди епископа священника настоятеля обличение прям полный рост и занятия проходят вторая пятница и воскресенье я ходил на занятия страшно скучные но ходил специально чтобы ну поддержать тонус во первых потому что вообще никаких занятий нет ни с кем но во вторых доказать тем кто не ходит на эти занятия что все таки надо ходить и третья цель была того кто ведет занятия все таки по братски обличить что почему такие занятия ты ведешь говоришь много и интересно говоришь много но скучнейшие занятия причем подходишь от толкования и вот сейчас присутствую на занятиях получаю удовольствие почему потому что читаем текст и сразу толкование читаем разбираем по толкованию именно слова вот это очень вот может быть мы к этому привыкли друзья братья я хочу вот это настолько правильно мы сейчас все делаем я настолько устал конечно на занятиях которые посещал читается толкование но оно читается и в последнюю очередь либо как-то косвенно мы сейчас считаем конкретно текст толкование а потом уже идет у нас рассуждение а то что я масло в огонь подливаю не судите меня строго я знаю прекрасно что и Стефан благовествовал ну просто здесь по чеку не так написано мы бились с этим с Валерием за то что он начинает объяснять притчу не притчу а Господь говорит если согрешит против тебя брат выговори ему а если покаяться прости ему и так далее там по тексту и он начал говорить брат это вообще все люди братья и все если кто-то против тебя согрешит им надо простить или выговорить я говорю почему ты так решил что именно это местописание это конкретно о членах церкви о христианах он говорит а где ты видел христиан все верующие все православные я говорю нет это речь идет о членах церкви ну там у нас жесткий с ним был дискус я зацепился за слова я говорю нет здесь речь идет это христианок а если он не христианин и тебя обличил а толкование когда открыли филакта болгарского все там по порядку как относиться если тебя оскорбил христианин как тебя относиться как тебя осудил не христианин поэтому то что я докопался до тебя это не значит что я тебя не люблю или там что-то я не так понимаю просто по тексту написано исполненный вера совершал знамение чудеса ни слова о проповеди а потом уже начал но это не значит что он не поповедовал так что брат не волнуй свое сердце еще нужно я хочу я более того хочу усугубить все это что мы начали невзирая на то что любишь там не любишь это в ромашку играет короче короче говоря дальше продолжаю он вот не открою тайны ни для кого он и раньше благовествовал вот поверь мне он благовествовал как только он крещение еще не успел принять от апостола он уже благовествовал потому что я понимаю так что раз этот человек от Духа Святого получил вот такие вот благословения то до этого он тоже был ревнителем а ревнителем чего ну тогда был Ветхий Завет и он знал хорошо Слово Божие и когда ему доказали ну как я думаю апостолы все таки это были и он понял что это такое он должен был уже со своими родными переговорить уже благовестие пошло на родных потому что они сказали как ты был такой ревностным в храм там ну ходи он да я еще больше теперь в храм хожу потому что Христос там был наш спаситель Мессия и так далее и тому подобное придумаю хочешь ты сказать а не сколько дальше будешь читать в седьмой главе он это все сказал и это то что он говорит это не то что он экспромт какой-то он уже это давно сказал своим родным близким ближним которые были и уже ходил благовестовал до того и теперь когда дьякон встал просто теперь знамения и чудеса еще начали совершаться как ну то есть стал настоящим апостолом у меня нету ну много можно конечно говорить тут на каждое место вот например диспут как вести как вот реагирует допустим один из методов который против христиан использовали это уже свидетельство например против Христа ничего не могли сделать начали на него уже свидетельство но те кто уже свидетельствовал разве не могли понимать понять что они уже свидетельствуют значит это и есть их слабость ну покайтесь примите учения нет они настолько были убеждены в своей правоте что другого метода не нашли как только лжесвидетельство здесь мы видим то же самое на Игнатья еще да отклонить никак нельзя тогда лжесвидетельство используется сейчас на Игнатья Тихоныча идет лжесвидетельство там Дворкин участвует еще там трое говорит сидят они и вот прям записывают и по книгам его высмеивают книги называют Лапковщина там Лапкинщина и так далее там какие-то обличитель Лапкина ролики вышли как называются обличитель Лапкина обличитель Лапкина ну вот такие вот и там ничего нету ни одного слова истины вообще никакого какой-то что он ходит с мобильными телефонами что у него постоянно камера он только идет там подает жесты руками как режиссер его там снимают в таких всяких ракурсах что-то ездит на машинах в общем такая бестолковщина на двух УАЗиках ездит ну в общем лжесвидетельство такое же как некогда Господь наш принял теперь Игнат Тихонович ну и отсюда все мы тоже конечно потому что мы очень близки мы же в одной общине что продолжим если нет никого ничего да седьмая глава первой седьмой стихи Екатерина читай отставить тебя опять не слышно у тебя наверное фонит не сделала ничего ну пускай делает ну ладно тогда тогда Вячеслав читайте тогда сказал первосвященник так ли это но он сказал мужи братья и отцы послушайте бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Коран и сказал ему выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю которую покажу тебе тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Коране а оттуда по смерти отца его переселил его бог в сию землю в которой вы ныне живете и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги а обещал дать ее повладение ему и потомство ему его по нем когда еще был он бездетен и сказал ему бог что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста но я сказал сказал бог произведу суд над тем народом у которого они будут в порабощении и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте толкование сами они не думали о том что позволяли себе богохульные действия а его обвиняют в богохульстве за слова и на уме у них всегда моисей они не столько заботились о делах божьих сколько о постановлениях моисея но стефан в самом начале речи опровергает их мнение и доказывает что ни храм ни обряды не имеют значения и что они не превозмогут проповеди евангельской что бог трудное и невозможное делает легким и возможным замечай речь к ним из того именно и состоит что пользуясь постоянно божьим человеколюбием они заплатили своему с большой буквы благодетелю противным и домогаются невозможного показывает также что обвинение ой что простите что обетование было дано прежде чем эта земля прежде обрезания прежде жертвы прежде храма что они получили эту землю равно как и обрезание и закон не по заслугам но земля была наградой за послушание что когда дано было обрезание обетование еще не было приведено в исполнение и что все это были прообразы прекрасно именуют в начале речи бога богом славы потому что он садел славными тех кого поносили говорит также что еще не было храма а Авраам удостоился увидеть бога что он своими предками имел персов и жил в чужой земле замечай как Стефан отводит их мысль от чувственного начав с местности так как речь была о месте если же бог есть бог славы то он не нуждается в том чтобы иметь славу от вас посредством вашего храма потому что он сам источник всякой славы и всякого добра как же писание говорит что пожелал выйти отец Авраама бытие 11 глава 31 стих отсюда мы заключаем что явление бога Аврааму подействовало на отца его и он пожелал выйти из земли халдейской но этим самым Стефан показывает что они иудеи не дети Авраамовы потому что тот покинув и отечество и родных явил послушание а они непослушны наблюдай как беседую об обетованной земле наводит их на истину почему не дал господь наследие Аврааму потому что земля это была прообразом другой земли если Авраам был чужеземцем и пришельцем и через несколько времени должен был переселиться то как мог он иметь эту землю во владении вопрос итак наследие Авраама сохраняется через семя его которое есть Христос так как со Христом будут царствовать и святые по слову писания Матфея 16 глава 27 стих и 25 глава 31 стих снова указывает что Бог из невозможного силен сделать возможное потому что сказано что он сделает господином Палестины того кто был в Персии и находился на таком далеком расстоянии но тут же заключается указание и на великое человеколюбие Божие и на великую веру Авраама показывает повиновение Авраама и веру хотя то что с ним было тогда склоняло его к противоположному мнению смотри за сколько лет дано обетование и существовал его образ и никогда не было образа жертвы никогда образа обрезания но этим показывает так же как Бог попускал израильтянам переносить несчастье хотя не было ничего такого в чем бы они были виновны написанное в книге исход не противоречит этому месту 12-14 а здесь говорится после 400 лет но нужно помнить что не сказано вышли когда исполнилось 400 лет сказано приблизительно после 400 лет чем не исключается и остальные 30 лет 25 лет от 75 года до 100 Авраамовых 60 лет Исааковых 91 год Иакова 110 лет Иосифовых 144 года в Египте всего вместе 430 лет и те которые озлобляли их делали это не безнаказанно потому что иудеи переносили горькое и тяжкое рабство так как и египтяне смотрели на них не как на рабов а как на врагов и противников можно сказать но я хочу на сегодняшний день перенести все эти дебаты вот часто брат Игорь здесь напоминает нам о сектантах я смотрю он видать там беседовал с ними когда побеседуешь с ними то охота поговорить как-то это все двинуть чтобы это все дальше было есть чистые враги которые вообще не будут никогда беседовать но а мы конечно больше всего заботимся о том как бы нам среди своих так уметь разговаривать чтобы они нас понимали вот Стефан начинает беседовать когда вот этот спор с либертинцами и он предстал синедрём там евреи сидят садукеи фарисеи первосвященники и он начинает беседовать его никто не перебивает он говорит о Библии вот у нас сейчас невозможно беседу начать о Библии и тебя чтобы слушали я даже не понимаю как со священником беседовать и начинать ему рассказывать о Библии и он будет тебя сидеть спокойно слушать они не священники сегодняшние они не то что беседовать не умеют или вызвать тебя куда-то они они простого не понимают что они вообще делают в этой церкви у них понятия нету если они даже крестить человека то есть сделать последнее что уже для них сделано все написано троекратным погружением в воду они такой диспут затеяли сейчас патриарх говорит надо крестить священники не крестят в массе своей то есть или патриарх не смог выбрать или нужные слова им сказать но это само собой я вопрос задаю это риторический вопрос раз они не слушают и нету крещения практически нигде троекратным погружением это простое действие не то что там начинать им что-то объяснять это вот один из вопросов почему мы не в московской патриархии с ними договориться невозможно нету никакой основы на которую бы встать и начинать договариваться они в библию вообще не верят категорически намертво отрицают библию а мы как раз библеисты они нас сразу относят к сектантам уже а сектанты тут вообще ни при чем сектантами кстати легко беседовать начать выйти из этой беседы сложно с православными невозможно начать беседу я помню как мы были в епархии но как когда вот это содружеств и все начались и нас пытался максим чтобы мы пришли в лон патриарха кирилла ну и что поговорили с ней они вообще ничего не сказали игнатий тихоныч на час им час пять минут говорил в пух и прах разнес всю их московскую патриархию и секретарь сергий беляет он встал только и сказал наклонил голову и говорит ну что игнатий можно только под каждым вашим словом сказать аминь подписаться вот значит получается сергию надо было уже переходить к игнатий подлона только некуда да брат за основу беседа вот это происходит уже в Синедрионе судилище возбудили народ возбужденные но первосвященники рассудительно спрашивают так ли это он не отвечает прямо на вопрос таким ответом да или нет это ничего бы не дало он начинает повествование истории еврейского народа которую знали все от мала до велика и они спокойно его слушают потому что он ничего противоречащего закону это не говорит а события которые последуют потом это будет уже позже поэтому вот за основу беседы с какими-то людьми ну в частности вот да хоть с кем надо полагать то что понятно этим людям в данном случае понятно и где был закон Моисея но если вот говорить с современными людьми которые себя именуют православными надо попытаться найти вообще что у них чем они живут какими мыслями надо их изучать современных православных и уже из этого как-то выходить но библии конечно там маловато но вот здесь библия да действительно можно да я хотел добавить Игорь я хочу сказать что по твоему пути не надо идти ты мало наверное встречаешься с безбожниками не надо в них заглядывать не надо учиться знать то что они хорошо знают как водку там пить с локтя или как колодца правильно каким там шиповником своим ничего это не нужно брат знать тебе тебе нужно знать Библию а они пускай пропадают раз не хотят знать Библию и все твое дело проповедовать вот им сказать о Христе и сказать что есть Евангелие вот как каким образом ты это скажешь ну как-то остановился и прям знаешь что вот так и так и сказал или будешь как-то постепенно говорить ну но нужно сказать им чтобы они знали зафиксировал это и все а да чтобы он пьяный не был чтобы он не курил стоял и чтобы не в толпе иначе ты слова там не скажешь они или смеяться начнут или что-то ну короче они как стадо каких-то лошаков я не могу по-другому их назвать этих безбожников поэм потому что у них они знали Библию Ветхого Завета ну наконец-то доперло и они начинают с того что он берет и прямо по тексту и начинает рассказывать а вот прочитал на днях книгу было время был Джон Паттон такой проповедь среди каннибалов Нужного моря новые гибриды это недалеко от Новой Гминеи и вот он думал как за что зацепиться как проповедовать им они просто у них убийство людоедство развито и вот он думал как об этом говорить и вот момент интересный выбрал расположенный к нему вождь помогал ему делать дом миссионерский он взял кусок дерева написал послание своей жене и говорит сходи пожалуйста передай этот кусок дерева моей жене и она узнает что мне надо вождь даже возмутился ну ты мне скажи что тебе надо он говорит нет дерево скажет что мне надо и жена поймет ну как дерево может говорить а вот ты увидишь и он приносит этот кусок дерева конечно на нем были написаны буквы обычный текст жена прочитала и вождь очень удивился как дерево сказала о том что надо а ему нужны были гвозди примитивно и она взяла гвозди принесла и он говорит ничего себе дерево ему сказала как причем это был умный вождь не просто глупый он говорит так вот послушай друг ну я немножко так вольно обещаю он говорит так вот и бог невидимы нам на дереве ну на бумаге оставил волю свою если ты научишься понимать это дерево понимать текст то ты поймешь волю Божию впоследствии этот вождь с огромным усердием обучится азбуке это был шотландец ну это я думаю английский язык там был и будет читать библию на их языке который переведут вот так он зацепился за его мировоззрение другой момент был это уже Южная Америка миссионеры из США прилетели и не знали там тоже были каннибалы ну убивали людей и он не знал как зацепиться но девочка одна обратилась чудом спаслась от преследований и когда она стала миссионеркой именно она и нашла путь к сердцам язычных у них был верховный бог Вингунга и письменности вообще никакой не было единственное что они делали это оставляли какие-то знаки по зарубкам у них там были мачете или какие-то там ножи они били делали одну две три зарубки крестом ну символика какая-то была и вот он она когда увидела травопролитие она закричала Вингунга оставил зарубки не надо убивать все племя остановилось во-первых она упомянула имя их великого ну бога а несмотря на их дикость они очень сильно были суеверны и произносить просто имя было нельзя а тем более какие-то зарубки какие зарубки где эти зарубки с этих пор началась тоже евангельская проповедь то есть зарубками конечно являлась Библия потому что Вингунгой был бог вот ну по-разному я просто вот это имел ввиду что вот в таких ситуациях очень сложно найти путь к уму теперь он в Австралии проповедует Джон Паттон ну первые миссионеры белые считали что они вообще не способны воспринимать слово Божие но он что сделал он пошел нестандартным путем он привел взял идольские идольские камни из Танисийских островов и привез к аборигенам и аборигены вообще наклевательски относились ко всем проповедям вообще к богоисканию но когда они увидели вот эти идольские камни у них прям сердце аж загорелось всей душой они прям воспламенились и он говорит потом белым вот видите какое у них богоискательство смотрите когда они они были безразличны ко всему кроме водки или там алкоголя который вы их приучили а когда они увидели эти идольские камни как они загорелись как они захотели им поклониться так вот вместо идольских камней вы насадите в них веру живого Бога. И в конечном итоге он там создал целую общину аборигена. Ну вот тоже, видишь, как раз. Тут немножко надо понимать, кто перед тобой. Конечно, но как-то приближить к Библии, когда вообще человек не знает, не Библия, ничего. Вот с иудеями было намного проще. Это был богодухновенный народ. И вот с ними, конечно, было по-другому все. Да где проще-то, ты че? Да я не понял ничего. Можно этого? Я пример приведу сейчас. Ну как проще-то? Ничего себе проще не убили. То, что сейчас брат рассказал, Игорь, я приведу пример. Вот мне брат один, Игорь, Дубунов указал один раз на жития V века Александр Неусыпающий. Кобители Неусыпающие. И вот там тоже, чтобы собрать языческий народ, он сделал их капище поджог. Вот это благовестие. Они его тогда чуть не убили там. Слава Богу, Господь помиловал. Аминь. Да. Ну это, конечно, уже явно, что в рамки не входит. Но это так. Можно еще. Я хочу сказать, Игорь, что ты совершенно тут не прав. О, Стефана-то потом убьют они. Вот тебе и хорошо им рассказывать. Они слушали-то слушали. Да потом взяли и скушали. Это не баригены. А баригены они нечто новое узнали. Когда новое человек узнает, его всегда оставляют в живых. Вот возьми апостола Павла. Он ходит по Ареапагу. Это площадь, где приговаривают к казни. Судилище. И сам прям лезет в разговор. И в конечном итоге начинаются беседы. И он потом начинает говорить. 17 глава, где я не буду читать. И начинает говорить о воскресении Христе. И тут они его перестали понимать. И когда они перестали понимать, то все это закончилось. Но они его отпустили. Говорит, а какой-то Анастасий начал говорить о воскресении. Они вообще не поняли. Как человек тленный может восстать. Ну то есть подготовки-то не было. И апостол Павел не знал, что он попадет в это. То есть вот как еще бывает. Но они его отпустили живым. Поэтому, вот я все думал, ну почему мы живы сейчас? Нас по идее разорвать должны атеисты. Ведь столько лет насаждала эта коммунистическая партия большевиков. Этот атеистический режим. Что нет Бога. Даже более того. Кто верующий, он враг. Любому, кто нормально живет. То есть не верует и так далее. И вдруг этого нету. Но люди потеряли, ты правильно сказал. Вообще интерес к Библии. Сначала это был страх. А потом Библии перестали печатать. А теперь это очень толстая книга. Читать не любят. Попробуй его на эту книгу сгромоздеть. Умом его. Бесполезно. И поэтому, да, они кое-что знают отрывки. А контекст, конечно, вообще им не знаком этим людям. Поэтому они слушают. Как ни странно. Если только ты начнешь в нужный момент с ними беседовать. И поэтому мы еще пока живые. Нас не убивают. А вот Игнатий Тихонович чуть было не поплатился жизнью своей. А это был 80-й год. Вот это действительно показывало, что коммунисты уже дошли до того, что всякий верующий враг любому, кто живет в этом прекрасном почти что коммунистическом обществе. И теперь я хочу сказать о нашем благовестии. Сейчас благовествовать нужно и можно очень легко и спокойно. Вот если бы только не наше малодушие, вот сколько бы нам Евангелия не присылали, допустим, 10 тысяч бы прислали, в течение недели можно распространить. Ну, если с ленцой за месяц 10 тысяч можно распространить. Легко. Прислали бы 200 тысяч. Мы бы напряглись, показали бы энтузиазм, может. И распространили бы их в течение, допустим, нескольких месяцев. Ну, сделали бы такое. То есть люди берут, они как голчата. Вот только чуть-чуть отпусти тормоза. И просто начинай давать, вот как подарки, как Надежда Васильевна. Это вам подарок. Это вам подарок. И все берут подарки эти. А книги Евангелия такие красные у нас, надпись желтая. Вот они, кстати. Братья, сейчас. Вот такое. Вот оно. Видно, да? Вот. Видали, какое красота? Чего? Не брать-то такое. А они потом только выходят. И не знают, что это. И не выбрасывают в мусорку, потому что все-таки книга. А там это, на здании, вот таки, ну как это, внизу такой парапетик. Они вот так вот укладывают. И мужик подходит такой какой-то, ну полубомж. И говорит, а вы, говорит, зря людям так много раздаете. Я говорю, а что такое? А там, говорит, за углом, говорит, целая стопа, говорит, уже. Побежали там, взяли штуки 4-5. А потом, когда пришли в очередной раз, уборщик, который около здания убирается, подошел и говорит, ну что же вы делаете? И говорит, там, говорит, штук 10, говорит, было, говорит, уже в большой мусорке, говорит, выброшено. Ну то есть собрали где-то и потом выбросили в мусорку. То есть люди берут, как голчата, вот они видят красивое, и хватают все это, хватают. Ну а среди этого кто-то, может, и прочитает. Но опять же, мы идем дальше. Не просто может, как Стефан. Мы как какие-то мученики, только духовные. Мы начинаем с этими людьми беседовать. И кого только Бог не наносит на нас. Есть такие активные атеисты. Есть, наоборот, такие верующие, что мы уже в их глазах совсем не верующие. Чем попало там занимаемся или неправильно все говорим. И есть, наоборот, люди, которые не знают и благодарят. То есть разных категорий очень много людей. Но, когда ты стоишь и показываешь Евангелие, и говоришь о Христе, то это ты занимаешься самым настоящим благовествованием. И этим нужно заниматься всеми всюду. И этим церковь должна была заниматься. Если бы она этим занималась, не было бы ни мусульманства, не было бы ни протестантизма никакого, ни католики бы не отделились. А было бы только одно сплошное христианство. Но этим не занимались люди. Не благовествовали. Думали, как сейчас, а сами придут. И как вот этот Смирнов сказал, а если ты подошел кому-то на улицу, ты хам, ты плохой человек, ты невоспитанный, ты невешна. Вот договорились уже. Апостол Павел сам приставал, ездил куда-то, деньги тратил. Молитвы сколько было людей, обращенных к нему. А здесь уже все, хам невежда. Перед глазами стоит проповедь твоя, когда тебя милиционер посадил в машину. Да, да, да. Но его обвиняли-то как раз в чем. Вот он и начал как бы оправдываться издалека. Я хочу сказать, он не издалека начал, он начал правильным. Да, другого не было. Он издалека тут совершенно не подходит. Он начал точно правильным делать. Это нам надо просто учиться у этого, у Степана, как надо было... Аминь, это верно. Издалека я не веду, что он не сразу сказал? Не, ну, издалека нормально сказал. Аминь, аминь. Начал с того, что они понимали и знали. Он не открыл. И вывод он из этого сделает христианский, который они не примут. Вот это была хирургическая операция, вставление суставов. Они не выдержали, закричали и убили. Ну, они все потом, в конечном итоге, обратятся. И Павел, в том числе, все это причем. Давайте дальше прочитаем. Сергей. Можно внести немножко? Можно, Владимир. Пожалуйста. Я просто места писания приведу, именно почему человек, верующий, православный христиан в данный момент, должен благовестовать, несмотря ни на что. Будут его принимать, или что, не будут. Это Евангелие от Иоанна, первая глава, 12 стих. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Также я вспомнил Деяние 17 главу, когда апостол Павел говорил, в Алипаке, он говорит, что там написано. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, повелевает людям, всем повсюду покаяться. Повелевает. То есть, мы должны со властью это все говорить и делать. А не то, что там смотреть, кому нравится, кому не нравится. То есть, идти какие-то мероприятия, туда, в толпу людей, благовест, идти на вокзал, как и так далее. То есть, Господь вот это, как он Стефану дал, дерзновение. Даже любому верующему человеку он дает это дерзновение. Притом, бывают такие дни, что ты целый день благовестствуешь, где бы ты ни находился. Там, в поезде, садишь в автобус, там, идешь с кем-то, на остановке, и просто удивляешь, откуда, от чего берется. А вот так Господь дает по благодати своей. А когда начинаются какие-то сомнения, то чувствуешь, уже благодать как бы тебя отходит от тебя. Ты уже стоишь, сомневаешь, уже как-то не так тебе, начинаешь думать, а человек может не так тебя принять, не так понять. То есть, как бы власть теряешь ты в тот именно момент. То есть, все у нас. Паси Христос. То есть, правильно замечаю, что мы дети Божьи, и нам дана власть говорить все это со властью, не просто со стеснением. Но слово власть как раз вселяет уверенность, что если ты принял Слово Божие, и Бог тебя усыновил, то ты как чадо Божие еще. Пожалуйста. Еще это, хотелось бы чуть-чуть, этот вопрос может быть никому не интересен, но я думаю, что он в конечном итоге встанет. когда сказали, что Стефан начал многие знамения и чудеса творить. Вот про эти знамения и чудеса как раз. Что это такое? И почему? Сейчас где эти знамения и чудеса? Многие скажут, может быть, а Стефан потому и проповедовал, что знамения и чудеса были. Так вот, это знамения и чудеса были для того, чтобы привлечь народ, иудейский народ, они жаждали видеть этих чудес. сейчас не надо этого ничего. Народ уже привык к этим всяким знамениям, чудесам. Голову уже пришивают человеку, и он живет. У меня у мамы сердце было. Если бы 10 лет назад еще она жила, уже бы она была мертвой. А ей сделали небольшой надрез, вот такой шрамик где-то. Вставили новый клапан сердечный. И она живет, и этот клапан от какого-то живого существа. Только ходит на обследование и все. Не надо ни батареек уже, ничего. Представляете какие чудеса, какие чудеса нам нужны. И вот сейчас вот это знамение и чудо как раз вот эта самая сила, о которой брат сказал. Это совершенно верно. У нас должна быть как в книге откровения вернуться к той первой любви. А первая любовь она самая пламенная. вот многие мне тут и пишут и часто там Сергей тоже меня успокоил. Ты спокойнее, ты спокойнее. Вы просто не представляете до какой степени я спокойный. То, что у меня голос возвышается и так далее, я хочу все чувства мои внутренние передать. И у меня я бы удержать хотел, но я не могу. Я вижу, собрались родственные души, которые желают слышать Слово Божие. И я пытаюсь донести это. Вот у меня когда я уверовал в 92 году, Господь посетил меня грешника, я упал на колени со слезами и покаялся пред Господом. Я читал в этот момент на четвертый раз книгу Библии. И читал я о Давиде Вторую царство. И я думаю, что так никто не мог уверовать, только Господь меня мог подвигнуть. Я по истории уверовал. Ну что там во Второй царств такое может быть, что вера вдруг пришла. А я вдруг осознал в этот самый момент, что я читаю Библию как один из каких-то исторических сюжетов, какую-то историческую книгу. То есть не как какое-то сказание. Я представил себе и я понимаю, ты веришь в это все? И у меня внутренний голос говорит, я верю. Я думаю, как? Так тут же о Боге говорится. И я встал и Господи, так ты существуешь оказывается? На четвертый раз, только читая Библию, дошло до меня. Да я уразумел, что о Боге говорит вся книга. А я ее читаю как сказание или что непонятно. И до меня дошло. Я когда упал, покаялся, говорю, Господи, а как же люди уверуют, если я это не понял. Я себя считаю не совсем дураком. Тем более я искал вечной жизни всегда с 9 лет. У у меня есть данные в компьютере моей. Можете открыть дыбунов там написано. Вот там где Сергей пишет как она там как у тебя называется рубрика где ты описываешь чудо которое со мной произошло. У меня там тоже это описание есть. Как ко мне явился дедушка уже после смерти. Как он говорил скорее всего о Боге. Ну потому что больше неоткуда было взяться этому понятию. и в 9 лет в 14 лет я уже родителям сказал чтобы мои день рождения больше не праздновали. Потому что я становлюсь на год ближе к смерти. А я хочу вечной жизни. И мама от меня плакала просто. Она говорит мне несколько лет надо было привыкнуть. А ей сказали там в 11 лет я там это начало с пионерском лагере на Айе тут под Бийском. И ей говорят приезжайте забирайте сына вашего. А я приезжаю а ты со мной разговариваешь о вечной жизни. ко всем пристаешь с этим вопросом. В 11 лет и вот этого я искал столько и со всеми беседовал и я читая Библию я не осознал что Господь мне уже дал ответ на этот вопрос. И вот эта первая любовь которую мы стремимся жаждем она не просто должна из нас исчезнуть она всегда должна быть с нами. понятие спокойства или что-то еще мы всегда должны пламенеть любовью к Библии и естественно к ближним нашим чтобы передать ее. А если ты без этого идешь на благовестие ничего не будет ты не будешь благовестником никогда. Ты не можешь как робот прийти вот слушайте я Христе ты должен так говорить что тебе скажут ты какой-то актер что ли вот мне часто это говорят ты какой-то актер вы специально что-то подготавливаетесь где-то как вот этих готовят так называемых свидетелей у них школы целые расписания и у них все мало и мало они то так подвезут то так тут в этот раз уже начали письма подсылать о себе говорят в третьем лице а вы слышали что там какие-то свидетели его выходят а в конце выясняется что это они о себе говорят ну кто так рассказывает о том что тебя переполняет да ты сразу только не успеешь рот открыть у тебя сначала слюна брызнет а потом слово когда ты у тебя переполнено все ты хочешь поделиться с ближним своим а то еще и просто обнять его и сумасшедший какой-то да это что такое с ним рядом стоять невозможно ой а другие бабушки там стоят от вас такая аура исходит надо с вами поближе аисак родил иакова иакова двенадцать патриархов патриархи по зависти продали осипов египет но бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона который который поставил его начальником над египтом и над всем домом своим и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитания иаков же услышав что есть хлеб в египте послал туда отцов наших в первый раз когда они пришли во второй раз иосиф открылся братьям своим и известен стал фараон и род иосифов иосиф послав призвал отца своего иакова и все росло свое душ семьдесят пять иаков перешел в египет и скончался сам и отцы наши и перенесены были в сихем и положены в огробе который купила в рам ценой серебра у сынов емора сихемова перенесены мощи вот так толкование потомкам предоставляется обетование о предком бедствия а обрезан крайнюю плоть поведено отцам законом потому что Авраам вышел из земли халдейской халдеям же равно как и медянам и персам по обычаям отцов их позволяло жениться на матерях и сестрах таким образом Авраам обрезается в знак того что он отказывается от плотского смешения и отрицает незаконные родственные браки а иные утверждают что Аврааму его потомкам заповедано было обрезание для того чтобы было явно что от них имеет быть Христос по плоти так как мы знаем что обрезание бывшее в Ветхом Завете прообразом заключало в себе образ спасительного крещения и отбрасывание плоти знаменовало отчетением от жизни по плоти и обрезанных делало сынами божьими сначала обрезывается в восьмой день Исаак отсюда иудеи обрезываются в восьмой же день а Измаил обрезывается будучи тринадцати лет поэтому и потом его измейлиты обрезываются как говорит Иосиф Плавий также тринадцатый год не зная за братом никакой вины они так нехорошо поступили с Иосифом и при том в то время когда он пришел к ним с пищей для них и своим поступком содействовали пророчеству не сознавая этого и невольно сделавшись виновниками его благополучия хотя и после многих для него испытаний навлекли сами на себя великий страх и несносный стыд хотя Иосиф и не помнил зла и ничего ужасного не замышлял против них а напротив и напитал их томившихся голодом и сделал их известным фараоном Степан показывает что Авраам даже то погребение не был господином земли идет продолжение описания жизни еврейского народа и здесь идет комментарий этого описания какие вопросы комментарии толкования толкование толкование феофилакта это одно и то же слово не 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 рак опять идет за камень не надо Игорь пожалуйста Не надо так с нами разговаривать Комментарии Игнатий Тихонович комментирует Вот он взял комментарии Маленькими буквами Комментарии это Как бы тот же пересказ А толкование Гораздо глубже чем комментарии Он толкует А не комментирует Комментирует в комментерме А у нас толкует Тут вопрос задаётся, что значит от бездны дел с сынами Божьими, кто ответит на этот вопрос? Отвечено, что по плоти, по духу уже нет. По тексту надо прочитать внимательно и всё. Не, ну отвечайте, кто вопрос-то задал, ему надо знать же. Давайте. Вот брат Сергий ответит, давай отвечай, читай по тексту всё. Или он брат Игорь? Ну Игорь, прочти где вот говорится. Ну вот, обрезание для того, чтобы было явно, что от них имеет быть Христос по плоти. То есть, так как мы знаем, что обрезание, бывшее в Ветхом Завете прообразом, заключало в себе образ спасительного крещения. И отбрасыванием плоти знаменовало отречение от жизни по плоти. И обрезанных делало сынами Божьими. То есть, одно дело плоское, другое дело сын Божий. Да. Я хочу ещё дополнить, потому что в конечном итоге, кто задал вопрос, он додумает. И он этот вопрос задал для того, чтобы узнать, почему обрезание. Так вот, мы не можем сказать, почему обрезание сделано именно. То же самое мы не можем сказать, почему именно крещение, почему именно вода взята Господом. Причём, родиться написано от воды и духа. И впрямую вот так вот, только католики и православные об этом думают. Вот протестанты уже так не думают. И вообще, ну это всё что-то духовное говорят. Да нет, от воды. Прям троекратное погружение в воду. Сегодняшние священники поэтому, которые не крестят троекратно, они чистые сектанты. Ну Господь, конечно, их всех извергает. Если взять апостольские правила, то, что сегодня Игорь Третьяков вспоминал. Это 50-е апостольское правило. Если даже в едино крещение будет погружение, один раз, то есть, погрузили тебя. И сказали, всё, достаточно. Ты уже извергаешься, священник Исана. А у нас вообще не погружают ни одного раза. Так более того, с пеной урта, вот с такими глазищами ещё нападают на тебя. А ту его, ты где это такое видел, чтобы троекратно где-то крестили? Какое-то сумасшествие какое-то среди священников, поголовное. И всё. А почему ты их ругаешь? А мне что их ругать-то? Вы зайдите в храм и попробуйте креститься, или кого-то покрестить, даже маленького ребёнка. Вам вот такую чашку предоставят, вот такую. В неё даже помидоры нарезать-то нормально, и то нельзя. Салат сделать. Вот так наклонят его, и вот так вот ладошкой крещаются. Это где крещается, там он. Даже головку не погрузить ему. Вот и докрестились. Ещё без веры. Да ещё да, без веры. Чего, у нас осталось 10 минут? Да, осталось 10 минут на вопросы. Так, закончили мы. Хорошо бы знать, что значит быть сынами Божьими в Ветхом Завете. Чем это отличается от новозаветного усыновления? Да, сынами легко. Ну, вот вопрос задали, я сейчас озвучу. Хотелось бы знать, что значит быть сынами Божьими в Ветхом Завете. Чем это отличается от новозаветного усыновления? Кто хочет ответить? То есть, сын Божий, Бог он в Ветхом Завете. Да тебе, Бог он. В Новом Завете Бог. Там и там действие, там были еврейские народы. Был конкретно. Богоизбранным народом. Они называли себя детьми Божьими, так? Или народом Божьим? Народом, не дети, да? Нет. Это разница большая, да? А здесь уже дети. Получается, да? Ну, чадо, Господь сказал, дал власть. Быть чадами Божьими. Да, кто Христа принял, да? Так вот, Володя нам сегодня читал. Да, но это точно прям, это вот он прочитал уже. Во-первых, Бога Отцом не называли в Ветхом Завете. Вот как. Отче наш, мы молитву читаем, это только в Новом Завете уже. Ну, Христос Отцом называл Бога. В Ветхом Завете мы не читаем, что Бог... Один раз только написано, что Он Отец наш. И Христа как раз-то и обвиняли, что Он делает Себя Сыном Божьим, делая Себя равным Богом. Назвали Его Богохульником за это. То есть, в Ветхом Завете как-то не принято было. Да? Еще есть пророчество Исаия 9.6. И назовут Отец Вечности, и там перечисление. То есть, опять же, о Христе говорится. Да. Ну, то есть, если ты еврей был, будем так, подведем итог, то ты вот и, ну, если ты мужчина, сын Божий, если дочь, то женщина, черь Божия. То есть, народ Божий, это еврейский народ был. А теперь мы новозаветные иудеи, так и называемся. Очень сильно это протестанты любят, сектанты. Они, мы новая тварь, мы новая тварь. Поэтому надо бриться. То есть, у них одно. Первое, первостепенно, сразу мужик проснулся, нужно побриться. Все. А женщина выбирает себе, какие штаны одеть. Я говорю, как так у вас? И накрасится, какой помадой еще. Я говорю, беседовал с писяцниками. Стоят рядом супружеская пара. Он в костюме, а она в костюме. Вот такая вот. Я говорю, как так? Ты почему ей разрешаешь? Он, ты что? К моей жене пристаешь, что ли? Ты что это, на нее тут что попало, говоришь? Я говорю, на нее говорить ничего не надо. Просто все, кто сзади идут, все это видят. Я говорю, ты одень ее нормально, как женщину, чтобы в юбке была. Разобиделся, распыркался. Сам бритый, конечно, щеки лоснятся аж красные. Рассказывают, что в первую очередь у нас Христос. Не успели проснуться за Библию. Я говорю, а бреешься когда? Он. Ну да, сначала побриться надо. Ага, понятно. Потом позавтракать, побриться. Выбрать жене штаны. И так далее. А мы должны быть истинными христианами. Даже еще не успел умыться, ты уже должен быть с Библией. Ну и во всяком случае, уже молиться или думать о том, сегодня занятие или нет. Побыстрее бы на занятия. Все там нужно прочитать, где толкование это и вопросы. Кто? Михаил Кальмай. Пожалуйста. Говори, Михаил. Я, разница какая там? В общем-то, разницы никакой. То есть, было в редко-заветное время, это еще дети Божьи не были освобождены из подвига сатаны. И еще не было примирения с Богом. Но они были все равно дети Божьи. А уже когда Христос освободил, и да, уже власть не печатали Божьими. То есть, получили свободу. Дети Божьи получили свободу уже в новом завете. А в ветком завете они еще не получили эту свободу. Вот и мне кажется, только в этом и разница. Нет, тут было замечено, что в ветком завете не называли людей Бога Отцом. Значит, дай-ка я это разъясню. Я говорю, не про то, что не называли, не называли, а я говорю, дети Божьи. Ну, если они дети, они должны знать, что у них... Давайте вопрос прочтем. Хотелось бы знать, что значит быть сынами Божьими. То есть, не только, брат, ответить, сын Божий там или там сын Божий. А ты должен всю подоплеку. Вот ты как начал правильно объяснять, что там были освобождены от греха, здесь не были. Тут конкретно только еврейское племя. Все. Еврейский народ. Там еще есть, ну, немножко, как бы, такие... До конца я тоже не понимаю этого, что в этот еврейский народ к сынам Иеговы можно отнести и тех, кто там рабы тебе, и они согласятся, ну, то есть веровать, быть твоими и так далее. Там еще вот это, хотя они из язычников. И те, кто из язычников согласились быть, ну, веровать в Бога Иегову. То есть, там есть такие моменты. Но так как это очень редко встречается, допустим, мы, ну, можем сказать из Слова Божьего, это известный военачальник, этот, как его, военачальник. Давида? Да, нет. Нет. Он был чистый язычник, но стал верующим, потому что, видишь, он как попросил пророка и говорит, единственный только момент, когда мы пойдем там к Богу, этому царя, которому я служу, чтобы я, он опирается на мою руку, чтобы я зашел в этот храм, и чтобы Господь на меня не прогневался. И он, говорит, и Господь разрешил ему. А Иегов был это, ну, можно его было? Да, да, однозначно. Но он же не был иудеем. Однозначно. Ну, и Нейман тоже не был иудеем. Ну, то есть, некоторые моменты указывают, что были некоторые сынами Божьими и не евреи. Но таких мало, нужно было веру иметь. Все-таки. Однозначно, эти сыны Божьи, которые не евреи, они показывали как раз, что по вере, как Авраам стал праведным по вере, так эти стали сынами Божьими по вере, веруя в Бога, в Иегов. Ну, иной поверил в Бога, вот он и я. Сергей. Да, 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 об этом и говорите. Да, Володя, говори. Я хотел добавить, все-таки я вспомнил, что есть в Ветхом Завете упоминание об отце. Это премудрость Соломона, 2 глава. Неправо умствующие говорили сами в себе. И там перечисления. Что они думают о верующих. Что они называют Бога Отцом. Да, был отцом, как обвинение. Да, да, да. Ну и вот, косвенно. Да. Ну и вот, вот. Доцом Бога Отцом. Уже в 6 главе книги Бытия говорится, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жону. Да, сыны Божьи это были сыны Сифа. Какую кто избрал? Сыны Божьи это сыны Сифа. Ни ангелы никакие, как некоторые толкуют тут такие неудачники. А тогда дочери человеческие, от кого они? А, вот догадайся с одного раза. От Каина, конечно же. Каина, да. Да. От него убийцы. Так, ну и, я не знаю, на вопрос. Тут вот еще, на вопрос. Второе, как бы, продолжение. Ну-ка. Остались ли евреи и иудеи в своем прежнем качестве в новозаветнее время? Нет. В своем прежнем качестве в новозаветнее время. Ну, с одной стороны, да. Если бы они не уверовали во Христа, допустим, вот они евреи и иудеи, какое качество? Все, они потеряли сыновство. Они Христа не приняли. Первородство потеряли, да. Но первородство, да, они перестали быть детьми. Можно тут? Вместо них Господь избрал и установил язычников, а эта отсеклась, как получается. Как легко все. Двоякое здесь, двоякое толкование. Первое толкование такое. Написано, и остаток иудеев спасется. И написано, и все иудеи погибнут. Как понять? Остаток спасется, погибнут. Которые примут Христа. Да. То есть, евреи погибнут, иудеи, которые не приняли Христа. Но остаток, те, которые в последнее время будут жить, они уверуют. То есть, и весь, написано, весь Израиль спасется. И весь Израиль, какой, как весь Израиль может спастись, если они его вообще не принимали. Оказывается, это остаток, это от всего еврейского народа, который будет в последние времена Антихриста. И так и здесь нужно отвечать тоже. Нельзя прямолинейно вот так вот рубить. Да, еврейский народ, он есть богоизбранный народ. И сейчас он также идет богоизбранным народом. Но он не делает дело Божие. Поэтому, как в свое время против евреев колдовал этот Моавитский царь, Ваала посылая, и тот ему придумал, как евреев развратить, послать им женщин, они на них развратятся, Бог от них отступит. Точно так же и получилось, ну, с точностью, наоборот, на евреев. Они хотели, чтобы язычество исчезло, но получилось так, что Господь на время оставил их, евреев. На время. Почему? Они развратились, духовно развратились. Сейчас они пытаются развратить весь мир вот этими масонским движениями своим. Пытаются, вот эта порнография, вот эта вольная жизнь, вот такая, вот эти машины красивые, дома, все это ведет, женщины доступные, вот это, спиртное, наркотики, все это ведет к тому, чтобы человек не мог собраться душевно внутри себя, а был раздерганный весь вот этими страстями. Все это делают масоны, чтобы язычество в конечном итоге рухнуло. Но вот сейчас язычество на подъеме. Как Иоанн Златоуст описывает, как будто у Господа на небе две дверки, вот которая была открыта сначала, туда евреи заходили. Но когда евреи начали делать небогоугодные дела, распяли Христа, дверка закрылась, и открылась дверка язычникам. И теперь на небо идут язычники. И теперь будет только последнее время, когда дверка закроется для язычников, и евреи последние, вот этот остаток, они зайдут на небо, когда увидят, что Антихрист на самом деле Антихрист, а не Мессия, как они ждали. И все, и тогда дверки обе закроются. И произойдет наполнение небес. Наполнение именно от той одной третей ангелов, которые стали бесами. Ну это как бы такое толкование. Златоуст это берет, и вообще святые отцы подтверждают, что именно это происходит. Можно? Давай уже конец. Ну сейчас я дополню. Вот я прочитаю то, что утратили они это первенство. Такой вот смысл. Послание к римлянам, святого апостола Павла. Первая глава, 16-й, да? Да. 16-й стих. Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божия, ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. Читаем вторую главу. Послание к римлянам, вторая глава. Какой там стих? Девятый и десятый. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего зло, во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Нет лицеприятия, но сначала иудеи идут. Да, 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 это так. Здесь он, конечно, уверует. Так, еще вопрос есть, потому что время вышло. Ну, тут выше, как бы, что значит обрезанных делало сынами Божьи? В кавычках, обрезанных делало сынами Божьими. Так, ну давай, наверное, все это, уже все это, это бесконечно будет. Ну, это раньше, да, хватит. То есть уже на эту тему поговорили достаточно, да? Это песнопение у тебя тут есть открыть? Ну, откроем. Какое? Ну, вот можно вот это вот. Нет, песнопение. Привет вам, Христово Цветовище. А, нет, нет. А ты хотел, знаете, хочу? Это какое именно ты хочешь? Ну, какой-нибудь, у тебя где-то есть песнопение. Открывай. Тебе надо прям конкретно... Да, какую песню я зову. Видна из города. Та темная гора. Видна из города та темная гора. Будем сейчас петь. Найдите у себя. Споем, сестра? Как раз о Христе. Последние слова в Антихристе. Зачем это? Это я вот. Начинаем. Видна из города та темная гора. Уж много лет назад там распяли Христа. На крест веден он был. И кровь за нас пролил. Хоть не достойен я и взгляда его был. О, сколько жизней смерть Иисуса принесла. Грехи простила, радости любовь дала. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, Он победил на той горе и смерть и ад. Приходят все к концу спасительные дни. Кто не принял Христа, спеши, душа, спеши. Он за тебя страдал и грех твой убилял. Своей любовью все и всех вокруг прощал. Он за тебя страдал и грех твой убилял. Своей любовью все и всех вокруг прощал. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь. За то, что Он не дал навеки умереть. Велик и силен Бог, Он любит свой народ. Как благодарны мы Ему за подвиг Тот. Велик и силен Бог, Он любит свой народ. Как благодарны мы Ему за подвиг Тот. С Богом молимся. Достойно есть якова истину, блажителья Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величайе.